Нормально, да, так? Что-то кричать самая еле, но она не должна работать. Нет, я буду с перчатки снять, а дети мне снять. Да, оставь снять. Прекрасно, перчатки. Мы больные коронавирусом. Мы с перчатки, а маски нет. Он их все есть, маска будет. Все, смеялись. Здравствуйте, приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы снова с Анной Чернецовской в питомнике времена года. И продолжаем наш рассказ про однолетние растения, про их посадку в контейнеры. Здравствуй, Аня. Здравствуйте. Я смотрю, ты сегодня нам приготовила совсем какие-то необычные, красивые, интересные растения. И у нас тут три вида контейнеров разного литража. Это у нас сколько литров? Это самое большое, это 7,5 литров. 7,5 литров, это 5 литров, я так понимаю. Это 5 литров. И это у нас... Это 3,5, ну, 3-3,5. 3,5. Так, теперь посмотрим, что за растение это нам красиво приготовило. Вот я смотрю, совершенно прелестная вербена. Вербена, такая вот сиреневая. Еще у меня тут есть красненькая, тоже вербена вот такая. А, в принципе, она бывает всех расцветок практически, кроме желтой. Желтой вербены не бывает, а вся остальная, розовая, красная, белая, сиреневая, гамма, вся есть. Причем бывают сорта, которые более прямостоячие, бывают более повислые. Кому что больше нравится. И все эти растения у нас тоже отлично смотрятся в кашпо. Конечно, это специально предназначено для кашпо. Есть вербена для клумб, это другие сорта. Эти сорта специально, ампельно предназначены для кашпо, лозонов и балконных ящиков. Ну, я смотрю, это вот даже для рассады достаточно мощное такое растение. Да. И, ну, насколько плотно их нужно сажать тоже. Вот такое, наверное, одно растение на кашпо, мне кажется, вот даже вот такого литража, мне кажется... Такие большие, все-таки мы обычно используем для смешанных композиций, когда нам нужно сделать композиции из нескольких растений. Одиночные сажаем либо в трехлитровые, либо в пятилитровые. Вот вербену одну в трехлитровые кашпо. Можно прям так поставить. И примерно вот такое растение достигнет своей максимального пика красоты и кондиции через какое время? После посадки в контейнер через месяц. То есть через месяц это уже будет выглядеть не как рассада, а как полноценное большое такое растение? Уже через две недели будет выглядеть не как рассада, но прям вот красиво-красиво будет через месяц после посадки. Какой-то уход она требует дополнительный? Подкормка. То есть при посадке, если мы используем пролонгированное удобрение, смокот-базокот, то вербена не очень любит... Она не очень прожорливая, то есть ее можно сильно не кормить. Но все равно через месяца-полтора надо по чуть-чуть подкармливать. Меньше дозы, чем если без осмокота, но все равно надо. Первых полтора месяца можно не кормить. К влаге тоже у нее требования умеренные. То есть она в принципе не требует постоянного залива, вот как лобелия, например. А в принципе она толерантно относится к средней влажности, скажем так. То есть попроще уход, потому что лобелия достаточно капризная. Ну лобелия только к поливу требовательна, в остальном нет. У вербены есть такой небольшой, ну даже не знаю, можно ли это считать недостатком. У нее нужно обрывать все-таки отсветшие соцветия. Вот, все-таки. Нужно обрывать, да, иначе хуже будут появляться новые. Но каждое соцветие держится долго. Оно держится не два, не три дня, а больше недели. Поэтому в принципе часто обрывать ее не приходится. То есть как с петуниями, каждый день вот это вот пореже. Пореже, да, пореже. Хорошо, давай посмотрим, что еще ты принесла нам. Вот такая желтая чудесная ромашка, называется Биденс. Тоже он весь покрывается такими желтыми солнышками. И по количеству точно так же его нужно вот на такое трехлитровое кашпо достаточно одного растения всего лишь. Разных цветов бывает или она желтенькая именно? Он бывает желтый, оранжевый, бывает еще розовый. Ну и все, наверное. Ну вот она даже чем-то как-то по листикам похожа, да? Да, да, да. Она в принципе, я не уверена, что они родственники, но похожа. И в принципе у них требования одинаковые тоже к агротехнике. Ну вот смотри, если мы будем опять делать не маленькое кашпо, а большой какой-то балконный ящик. То есть в принципе вот эти вот растения, они по агротехнике похожи, да? То есть они по поливу, по солнцу, соответственно, будут тоже совмещаться. Ну я бы вот их вместе не стала сажать просто по дизайну. По дизайну, потому что по цвету не очень подходят. У них похожие листва. Ну вот да, я по этому принципу. Ну по дизайну они будут не очень, а по агротехнике в принципе. Ну вот, например, бедность можно было бы с красной вербиной, наверное, получше бы смотрелся. Ну вот да, вот с красной, да. Но мне не нравится сочетание листьев таких укропчатых у того и у другого. То есть они должны быть тогда уже либо прям вообще одинаковые, либо как-то сильнее должен быть контраст. Вот, например, красную вербину я бы посадила с бакопой. Вот такое еще одно чудесное растение. Бакопа. Бакопа. И у бакопы тоже похожие требования к агротехнике. В принципе, тоже она требует умеренного полива и ничего такого особенного, никаких плясок. И эти растения, они все не пахнут. Или я уже тут перенюхал как в ревгоше все, и у меня уже отбило нюх. Бакопа пахнет. У нее такой специфический запах, который, кстати, не всем нравится почему-то. Мне, например, нравится. Ну он такой достаточно слабый. Он не очень сильный. Он не очень сильный. Вот смотрите, там такой горшок. Мне кажется, немножко как редькой. Там тебе такой горшок, где три сорта бакопы. Белая, розовая и сиреневая. Ага, то есть здесь уже композиция готовая. Ну, по сути, мы называем их триколоры. Такие у нас, когда одно и то же растение трех цветов. Его можно прямо брать и в большой горшок. И уже в готовый... Это в большой, да. И вот то, что они так тесно посажены, это... Ну, это рассадный, по сути, горшок, несмотря на то, что он такой большой. Но вот мы, если это будем сажать в кашпой, то нужно будет раздербанить все? Нет, нет, прямо целиком. Или мы сажаем вот прям вот единым комом? Прямо целиком снимаем горшок аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. И прямо целиком пересаживаем просто в большую емкость. Вот на такие три бакопы, вот, 7 литров, я бы сказала, это минимум. Если есть какие-то стационарные большие вазоны, 10 и 12 литров, тоже достаточно вот одного такого. То есть вот, да? Да. 7-литровый вазон у нас идет под бакопу. Минимум 7-литровый под 3 растения. Она растет вверх или это ампельное что-то? Я не могу... Это вот все, что я сегодня показываю, это все ампельное. Это все ампельное. Все ампельное. И вот эти желтенькие тоже, да? И желтенькие тоже. Но биденс, он не будет сильно свисать, у него не будет бороды. Он будет такой шапкой, больше похожий на шар. Такой плюшечкой. Плюшечкой. И вот этот сорт вербены красный, кстати, тоже. Вот этот сорт, это сорта серия Магеллана, он как раз такой вот видно даже сразу по рассаде. Он плоский и сразу уходит вниз. У них у каждого свой характер. Ну вот я у них даже вообще не вылет по-разному. Уже листики, формулистиков разные. Да, это сорта серии разные. У них у каждого свой характер. Кто-то таким выпрыгивает прямо, таким торчком с кашпо. Кто-то прямо стелется такой мягенький, ласковый. То есть вот все вроде на вид похожи, но они на самом деле абсолютно разные. Абакопа еще бывает махровая. Вот у нас есть два сорта, сиреневая и белая такая же. У нее каждый цветочек очень маленький. И он как миниатюрная розочка. И при этом тоже он не капризный, такой нормальный. По уходу какие-то тоже есть у него? Что-нибудь, какие-то соцветия опять обрывать, надо что-то прищипывать. Бакопа нет, не надо ничего. У Бакопа есть один, можно сказать, секрет даже. Секрет. Секрет. Секрет Бакопы. Бакопа считается засухоустойчивым растением. Ну, относительно. То есть понятно, что нельзя до состояния кактуса засушивать. Но везде обычно пишут, что Бакопа засухоустойчивая. Ну, ей не нужен сильный полив. В общем, это правда. То есть если она вдруг случайно подсохла, там подвяла, и ее после этого отлить, она отойдет. То есть листья все обратно восстановятся, и будет красивая зеленая шапка. Но после засушивания у Бакопы не восстанавливаются цветки. То есть все цветки завянут, листья восстановятся, и будет просто зеленое такое растение. И придется ждать, пока новые веточки отрастут, и новые цветы распустятся. Ну, просто будет такая пауза в цветении. Ну, она будет достаточно продолжительная. И просто бывает часто нам звонят люди и говорят, что Бакопа не цветет. Не цветет и все. Начинаешь спрашивать. На солнце растет? На солнце. Там подкармливается? Подкармливаю. Поливаете? Ну, приезжаю по воскресеньям на дачу и поливаю. Ну, все понятно. Требовательно их поливу, значит, от растения. Ну, вот более или менее, да. Слушай, вот такой вопрос. Ну, вот виола достаточно часто у многих и в саду, и в кашпо перезимовывает. Если, ну, создаются какие-то условия, кто-то уносит в погреб, у кого-то в доме она может, где-то в какой-то теплой грядке под укрытием переживает. Какие-то другие цветы. Ну, мы же их условно называем однолетними. Однолетние. Что-то из этих растений еще может им пережить у нас зиму и остаться на следующий год? Нет. Вот разве что может быть пеларгония. Пеларгония, я думаю, что многие как комнатные растения используют. Давай, подержу. Это пеларгония криспа, немножко другая разновидность. Ну, вот ее называют королевская, да? Это пеларгония, по-моему. Это нет, это не королевская, но она похожа. Похожа на королевскую. Это пеларгония курчавая. Ну, похожа. Ее, в принципе, можно использовать как комнатное растение дома. Можно попытаться осенью, если вы на улице выращивали в бозоне, можно попытаться занести ее в дом. Пеларгонию и фуксию, кстати. Фукс еще не распустилась. Вот с фуксией та же история. Выращиваю на улице, можно попытаться осенью занести в дом. И использовать как комнатное растение. Но с городской квартирой вряд ли это получится. Из-за того, что очень резкий перепад температуры и, главное, влажности. Даже не столько температура важна, а сколько влажность. Они, ну, вот сколько раз мы не пробовали, наверное, 80% растений осенью погибают при такой смене условий. Бывает просто какой-то сорт редкий, интересный. Ну, или просто жалко растений. То есть попытаться сохранить, например, мы можем, значит, виолу, пеларгонию и фуксию. Наверное, да. Сурфинию тоже, ну, вряд ли, на самом деле. Если есть какие-то специальные условия, например, отапливаемая лоджия, где зимой все время там плюс 5. На такой лоджии можно попытаться практически все сохранить. Любое растение. Или там, предположим, если на даче есть какая-то оранжерея, да, где вот плюс 5, плюс 7, всю зиму вот четко и досветка еще. В таких условиях можно все что угодно пытаться сохранить. Ну, это уже, да, сложнее, конечно. Но если таких условий нет, то пытаться просто занести в квартиру городскую, сохранить, можно пеларгонию, фуксию и бальзамин можно попытаться. И бегонию. И бегонию. Бегонии различаются, да, потому что иногда продаются клубинки бегонии, иногда продаются семена бегонии. Это у нее два разных способа размножения? Или есть какие-то бегонии, которые просто отращивают клубни, а которые нет? Клубневая бегония отращивает клубни. Логично. Не клубневая, то есть это бегония Синтерфлоренс, которая бегония вечно цветущая, она не отращивает клубни. Ну, вот тоже просто, потому что многие путают, и одни говорят, что я прекрасно сохранила бегонию, она у меня на следующий год опять расцвела, у других это не получается, просто потому что, вероятно, разные бегонии. Ну, та бегония, которая вот с крупными цветками, как у розы, это бегония клубневая, то есть у нее должен сохраниться клубень. Но у нас на северо-западе, особенно на севере Ленинградской области, вот у нас на Карельском перешейке, очень часто бывает такое лето холодное, что этот клубень, он просто не успевает сформироваться, и там нечего сохранять, он маленький-маленький, и его смысла просто нет, он не переживет. То есть, если это более теплая местность, там успевает, знаете, сформироваться такой хороший крупный клубень, вот его можно попытаться сохранить, но мы таким у себя не занимаемся. Мы сеем заново каждую весну. Да, получается это проще. Давай покажи у тебя еще, вот я смотрю, есть какое-то интересное растение, такое фиолетовое, сиреневое. Еще есть такой совершенно чудесный малыш, называется Брахикома. Вот она сама по себе не крупная, поэтому, если говорить о количестве растений для посадки, ее нужно побольше, ну, в два раза больше, чем вот всего остального. То есть, да, вот на 7-литровый горшочек три растения, вероятно, да? Ну, как минимум, да. Как минимум, даже побольше может быть. Даже на 5-литровый три я бы посадила. А как она по габитусу вырастает, большая тоже? Это что, это не ампельное растение, насколько я знаю? Ну, оно такое плюшкое тоже, то есть, поскольку оно, в принципе, вегетативного размножения, то есть, оно размножается не семенами, а черенками, оно, соответственно, не очень дешевое. Высаживать его куда-то в клумбу в большом количестве, ну, можно, но просто не очень целесообразно по стоимости. Поэтому все равно его используют все-таки для композиции, для балконных ящиков тех же самых. Оно вырастает, ну, в принципе, вот одно растение в таком трехлитровом горшочке вырастет, и тоже оно его закроет, но оно просто будет долго расти. То есть, вот если сейчас мы его посадим в мае, то одно растение, вот такой горшок, полностью закроет, наверное, к июлю только. Нам же надо побыстрее. Да, нет, да, мы однолетние растения любим за то, что они красивые сразу, большие быстро. Поэтому сажаем два вот на такой горшок. Так скажи, по цветам что-то есть, кроме вот сиреневого? Бывает еще белое, но мы не выращиваем. Один раз попробовали, она оказалась капризная. Может быть, просто был неудачный год, не знаю. С сиреневой никаких проблем, с сиреневой прекрасно растет. Только сиреневая, значит? Да, только с сиреневой. Ну вот, я не встречала во всяком случае. С сиреневую белую только видела. Анечка, спасибо. Остается у нас большая такая тема, петуньи. Расскажешь? Это очень большая тема. Там еще есть у нас различные сорта, различные виды, похожие на петунии, не являющиеся петуниями. Я думаю, что мы снимем об этом отдельный ролик. Обязательно снимем, потому что тема очень интересная. И сортов просто сотни на самом деле. Прекрасно, спасибо, Ань. Редактор субтитров А.Семкин